Привет, красотка! И как ты поняла по названию этого видео, сегодня у нас опять теплые душевные разговоры по душам, душевные по душам. После моего видео, в котором я рассказала о том, что я нахожусь в прекрасном положении, вы меня просто завалили вопросами, такое ощущение, что вы хотите сейчас видео только о беременности, просто расскажи об этом, снимите видео об этом. Так что я решила с вами еще немного поболтать, ответить на ваши самые часто задаваемые вопросы. Так что, конечно же, что? Запасайтесь водичкой! В сегодняшнем видео я приоткрою завеса тайны и скажу, кого мы ждем, потому что мы знаем уже пол. И это, кстати, самый часто задаваемый вопрос. И отвечу на немало интересненьких вопросиков, так что поехали! Как отреагировали наши родители? Замечательно! Как еще? Это была, конечно, не такая шеломительная прямо новость, потому что я свою маму немножечко готовила заранее, что, в принципе, мы в этом направлении идем. И что это не с бухты-брак, то вот так вот, ой, мама, я не ожидала, получилось. Так что, я думаю, моя мама точно ожидала, что в ближайшем будущем это настанет. Но знаете, как бы дурацки у нас получилось? Дело в том, что, когда я узнала о том, что я беременна, как только я узнала, было желание после, конечно же, там, слез, радости, счастья и всего-всего, хотелось приехать к маме. Мы живем в разных городах. Более того, в этот момент мама была в Анапе. И более того, она планировала там оставаться еще несколько недель. А позвонить и сказать, мам, слушай, есть новость, я беременна, я не хотела так. А моя мама была в Анапе, потому что у ее мамы в Анапе день рождения. И мы тоже на этот день рождения собирались. И у нас было такое, знаете, смятение. С одной стороны, мы уже хотели поехать на этот день рождения, потому что пообещали, потому что поздравить бабушку. Это был юбилей и вообще давно не виделись. Но с другой стороны, я сразу же давай там читать книжки. Доктор мне сказал, что в первом триместре нужно максимально себя беречь, не летать на самолетах. Она вообще меня очень сильно, кстати, напугала. Кстати, если вы хотите такое видео, мой первый и последний визит у этого гинеколога, я с удовольствием расскажу, потому что это просто... Это было нечто. Это был платный гинеколог. И сколько стереотипов она мне внушила, и как вообще ужасно прошел этот визит, я никогда не забуду. Но, в общем, мы решили все-таки поехать. Я себя очень хорошо, позитивно настроила. Полет прошел хорошо. И мы приехали, я сказала маме об этом лично и бабушке заодно. Но вот эти вот несколько дней ожидания, как только я узнала, что я беременна, и до нашего полета, это буквально там 4-5 дней, я так хотела позвонить, рассказать маме, потому что это вообще эмоции, которые через край плещутся, и мама, самый главный человек, узнала не первое. Но я очень рада, что мы все-таки приехали, и я ей рассказала лично. А мама Денису очень тоже положительно отреагировала, очень радостно. Мы всем рассказывали лично, и вообще в первое время мы говорили только максимально самым близким. Прям вот вообще настолько узкий круг был у людей, которые это знают. И, как я уже говорила, вообще первое время мне хотелось это хранить, как что-то такое, знаете, драгоценное, в шкатулочке, свое, под подушкой. Минимально этим делиться, минимально об этом говорить. Но я думаю, вы знаете почему. Конечно же, потому что первый триместр, это такой, знаете, опасный с точки зрения процента выкидышей, вероятности каких-то пороков, осложнений. И это максимально время нужно себя беречь. Может быть, в связи с этим мне максимально хотелось молчать об этом. Следующий вопрос. Как я себя чувствую? Это, кстати, очень частый вопрос. Спасибо вам большое за заботу. Очень многие у меня спрашивают, каково мне именно вот это вот внутреннее ощущение? Страшно ли? Было ли страшно, когда я узнала, что я беременна? Страшно ли сейчас родов? И, конечно же, так как я это все проживаю для себя впервые, все эмоции, чувства, новые состояния для меня, это все немножечко так неизвестно, но ни в коем случае меня не пугает, ни в коем случае не настораживает. В этом плане огромное спасибо моему мужу. Ему сейчас не надо смотреть это видео, а то загордится. Но на самом деле это прям отдельный разговор. То, насколько мне помогает физическая и моральная поддержка Дениса, он очень сильно изменился за беременность. Вот просто... Если он был заботливым, то он стал в тысячу раз более заботливым. Если он всегда был готов прийти на помощь, то сейчас это вообще очень сильно проявляется. И это прямо видно, как идет от души, с глубины сердца. И вот это отношение ко мне, оно меня очень сильно греет, успокаивает. То есть, что бы ни происходило, я не скажу, что у меня суперидеально все прям происходило. Конечно, у меня были состояния и апатии, и когда что-то болело, что-то беспокоило, но всегда внутренние ощущения есть. И было, что все будет хорошо, что рядом сильная спина и не страшно ничего. Но сейчас точно загордится, конечно, после этого видео. Следующий вопрос. Какой же срок у меня? На какой я недель? На каком месяце? И в прошлом видео я упустила этот вопрос. Точнее, не упустила, а намеренно не ответила на него. И провела даже конкурс в своем инстаграм. Я обалдела от количества участниц, если честно, но уже победительница определена. Уже ей отправлен подарок из Таиланда. Так вот, сейчас я нахожусь на 27-й неделе беременности. Это уже переходящий такой период в третий триместр. Следующий вопрос очень многих интересует. Как я сплю? Я тоже задавалась этим вопросом, когда еще не была беременна. Мне было всегда интересно. Потому что моя любимая поза для сна, это, внимание, это прям, знаете, целая картина. Это не просто на спине или на животе. Это лежа на животе, повернув голову в сторону и подтянув одну из ног к себе так высоко, вот согнуть ее и прямо к груди притянуть и обнять вот так подушку. Я надеюсь, вы поняли эту позу. Ее описания были очень важны. И, конечно же, эта поза абсолютно не для беременных, потому что мало того, что тебе на животе спать нельзя, так еще нужно привыкать к единственной физиологически доступной и приемлемой позе для беременных на левом боку. Конечно, в первом триместре, в принципе, ничего страшного не будет, если удобно, комфортно спать на животе. На спине можно первый триместр спать, но уже начиная со второго, с середины второго триместра даже на спине не рекомендуется. Там уже начинает малыш давить на некоторые органы, пережимать какие-то мышцы. Лучше заранее себя подготовить и привыкать спать на левом боку. И я вот, собственно, с первого дня, как узнала, что я беременна, и прочитала эту информацию в книжке, я сразу же начала еще с плоским животом спать на левом боку. И, в принципе, это действительно мне помогло, потому что я привыкла. Сейчас мне это очень удобно. Более того, мне неудобно ни в одной другой позе. Абсолютно. И еще, оказывается, есть подушки для беременных. Я этого не знала. У меня теперь есть такая штука. Денис ее называют змеей. Потому что она такая вот длинная, большая колбаса. И она позволяет как бы прокладывать вот эту вот подушку между ног. И это очень удобно, оказывается, когда у тебя уже живот такой вот переваливается на одну, в другую сторону. И очень удобно закрепить ее, как бы обнять ногами. Она у нас занимает почти всю кровать, конечно, но что поделать. Следующий вопрос про пинки, толкание, шевеление малыша. Какие были первые вот эти вот прекрасные бабочки в животе. Я их ощутила в кресле у стоматолога. Я помню, это была где-то 18 или 17 неделя. И я на самом деле читала, что когда это первая беременность, пинки чувствуются не раньше, чем на 22, 23, 20 неделе. Потому что еще ты не можешь понять точно, пинки это шевеление малыша или это могут быть газы. И когда вторая, там третья беременность, вы уже можете, начиная 18, 16, а то и раньше, чувствовать шевеление. Но, видимо, я как-то выпала из статистики. Потому что я помню, что уже на 17 неделе я чувствовала вот эти вот... Я не знаю, как это объяснить. Это как бабочки в животе, знаете. И это самые приятные бабочки в животе в моей жизни. Потому что, с одной стороны, кажется, будто бы реально это газы. И у тебя что-то там лопается, переваривается. Но на самом деле, в какой-то момент ты понимаешь, что нет. Это какие-то вот единовременные, легонькие, но достаточно очевидные пиночки. И как будто ты аквариум, а внутри тебя плавают рыбки. И первые пиночки, конечно, были самые завораживающие. В основном, ребеночек пинался по вечерам, ближе к ночи. То есть, вот как только мама идет спать, конечно, нужно попинать ее. И Денис прямо засыпал с рукой на животе, чтобы не пропустить момент, когда же его толкнут ножкой или локотком. А сейчас, конечно же, эти шевеления настолько очевидны, что ребенок на этом сроке уже реагирует на речь, реагирует на прикосновения. Поэтому можно прям вот вызвать, выходи на связь. И тебя хорошенечко попинают. Кто же у нас там живет? Мальчик или девочка? Для начала проголосуйте вот здесь. Мне интересно ваше предположение. Я пока попью водички, вы тоже можете попить водички. Предыстория. Меня подруга еще заранее предупреждала. Когда у меня еще срок был недостаточный для того, чтобы увидеть на УЗИ пол, она говорила, сделайте это оригинально, сделайте так, чтобы запомнилось. И действительно, я так рада, что мы именно так узнали пол ребенка, потому что это прям вот, не знаю, не сравнится с тем, когда тебе на УЗИ врач говорит, и ты в такой позе лежишь, и тебе говорят, ну, мальчик. И ты такая, ааа, прикольно. Но ты как бы находишься сейчас в кругу не самых близких людей, у тебя рядом доктор. Так вот, как мы сделали. Я, значит, пошла на УЗИ и попросила заранее врача не говорить мне пол, а написать пол на бумажке. Затем с этой бумажкой я пошла к кондитеру, который делает торты. Дала эту бумажку и сказала, если на этой бумажке написано девочка, то сделайте, пожалуйста, прослойку коржи у этого торта розовые. А если мальчик, то пусть эти коржи будут голубыми. И когда мы получим торт, он будет такой красивый, классный. Там еще так украшают, типа, мальчик или девочка, знак вопроса. Мы торжественно его разрежем всей семьей. Ну, я так думала, я думала, что мы будем делать это всей семьей, но мы сделали это вдвоем с Денисом, тоже хорошо. И по цвету мы поймем, кто же у нас. Потом еще этот торт съедим, так что это просто замечательно. Мне очень понравилась эта идея. Я даже снимала в этот день просто чисто вот так себя на телефон, поэтому ставлю сюда эти отрывочки. Это было очень мило, очень трогательно. Господи, я не могу ждать. Я ехала в такси вся сумасшедшая, как будто бы не могла на месте ровно сидеть. Денис уже получил торт, господи, господи, боже мой. Я поднимаюсь домой, не могу спокойно дышать. И смотрите на мои брови, они смазаны маслом, они пока черные. После покраски... Сейчас будем лезть торт. Ты в ванной? Да. Как ты спокойно лежишь там? Выходи! Это что такое за красота? Это ты купил? О, боже мой, как красиво. Боже мой, давай ножик. Как он? Восемь. Ух ты, как красиво. Так, что там, синий мальчик, розовый? Ты как думаешь вообще, кто? Сейчас увидим. Я на 51% больше уверена. Ну что партик? На 51%. Мурашки пошли. А там весь цвет будет или какой-то корж? Все коржи будут либо синие, либо розовые. Пока ничего не понятно. Самый, самый... Не полный тебе. Не полный тебе не тот. Такие одному дожди, да? Да, здорово. Котик. Хорсят коржи. Ничего не видишь. Ты конца пролезал? Раз, два, три. 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 Розовый? Да. Девочка. Офигеть. Ты смотришь, что точно ли это не зимит? Девочка. Смотри, что у меня руки онемели. Наши тортики розовые. И папаша, ты счастлив? Так что да, вот такие новости. У нас будет девчонка, будет самая настоящая красотка. Мы никого приоритетно прям не ждали, что там только мальчик, только девочка. Как говорит моя мама, главное здоровенький. И я с ней полностью согласна. Кстати говоря, своей семье, своим близким мы тоже рассказали немножечко оригинально так. Я заказала шарик. Я думаю, вы видели где-нибудь в интернете такую штуку. Сейчас это достаточно популярно. Вот такой вот большой черный шар. На нем написано мальчик или девочка. Ты такой лопаешь, и там вылетает серпантин, либо розовый. Там маленькие шарики, все такое летает. Такое праздничное настроение. Либо голубой, если это мальчик. К сожалению, моему великому я удалила эти видео с телефона абсолютно случайно, когда чистила контент на своем телефоне. Конечно, все это осталось в памяти. Это самое главное. Но, к сожалению, вам я не покажу. Классно, что сейчас такое популяризируется. И можно вот так вот всей семьей приятно и торжественно об этом узнать. Ну что, красотки, я как всегда наболтала почти на полчаса. Надеюсь, что вам было интересно. Потому что вопросов действительно настолько много, что мне кажется, мне нужно просто уже серию видосов снимать. Но, конечно же, я буду чередовать видео о беременности с бьюти-видосиками. Но я очень рада, что вы приняли эту новость так тепло, что вас так интересуют какие-то вопросы, детали. Я могу делиться с вами действительно тем, что мне сейчас важно. То, что я сейчас проживаю. Но у вас, красотки, по традиции я позву свой инстаграм, потому что там я тоже делюсь какими-то фактами о беременности, о том, как протекали мои предыдущие месяцы, как я себя сейчас чувствую. И много-много выставляю фотографий, которые раньше не могла выставлять, потому что никто не знал, что я беременна. И сейчас я просто дорвалась. И там же, собственно, я очень часто провожу все различные конкурсы на всякие крутые штуки, на линзы, на свитера, на косметику, на вкусняшки. Поэтому присоединяйтесь. Здесь будет мой ник. Ну и, конечно же, если ты еще не подписан на мой канал, то добро пожаловать в нашу бьюти-семью. Буду рада тебя видеть. И улыбайтесь чаще, красотки. Я вас очень сильно люблю. Пока.